Окей, вот и мы дошли до того раздела, когда мы нашу визуальную картинку будем делать лучше То есть она уже приличная, но мы сейчас ее сделаем лучше при помощи нодов Ноды это узлы, которые отвечают за входящую информацию и выходящую информацию Между этими узлами может находиться еще несколько нодов, которые в свою очередь являются узлами И в каждом из узлов над изображением проделывается определенное действие То есть улучшается цвет, делается резкость, накладывается какой-то эффект сверху И вот эти промежуточные ноды могут смешиваться Они смешиваются и идут на исходящий нод, который в итоге выводится на экран Давайте все посмотрим непосредственно в нод-эдитор Но для начала, чтобы увидеть результат, нам нужно сделать рендер изображения Для этого я оставлю рендер на 50 В следующем уроке мы поговорим о этих значениях, которые я сейчас поставил Мы о нем поговорим более детально, сейчас я не буду задерживаться Переходим в нод-эдитор Мы уже имели с вами дело с нодами Но мы имели его в том случае, когда мы работали с нашими материалами Сейчас мы будем работать с изображением Вот эта галочка внизу говорит о том, что мы работаем сейчас в режиме нода Шейдеры, то есть материалы То есть те материалы, которые накладываются на наши объекты Сейчас мы перешли, нажав на эту галочку К работе с нодами, которые отвечают полностью за прорисовку, за рендер За конечный визуальный вид нашего изображения Для того, чтобы увидеть эти ноды, мы жмем галочку Use Node Вот появилось два стандартных нода Первый нод отвечает за изображение, которое мы только что прорисовали А второй это нод вывода То есть если мы его обрежем То есть вот я сейчас зажимаю Ctrl и тяну мышку Мы его обрезали Если мы сейчас нажмем Render Render Layer у нас останется такой же Но Composite, то есть нод Composite у нас черный Так как мы обрезали путь, ведущий от исходящего узла К принимающему и выходящему на изображение Все изображение, когда мы используем ноды Проходит сквозь конечный нод Composite Если мы к нему не присоединим конечное изображение То будет выводиться черный экран Не важно, что это будет Картинка или видео Поэтому мы соединяем узел нода Render Layer Узел Image с узлом Image Composite Что делать нам, чтобы постоянно не прорисовывать Но видеть постоянно изображение на заднем фоне Для этого нам нужно добавить еще один нод Для этого мы жмем Shift-A Идем Output, то есть исходящие ноды И жмем Viewer Добавился еще один нод Сейчас мы можем сделать вот такое вот действие И по идее должно выводиться во Viewer Но оно не выводится Почему? Потому что у нас не стоит галочка Backdrop Мы поставили галочку, все выводится Смотрите Эти два нода отвечают почти за одно и то же Просто один выводит во Viewer изображение А второй на конечное изображение Чтобы во Viewer и на конечном изображении Была одна и та же картинка Нам придется сейчас ставить на каждую из линий Ведущие от входящего к исходящим нодам Ставить одинаковые показатели И добавлять одинаковые ноды еще промежуточные Которые будут накладывать эффект Но, чтобы этого избежать Мы можем сделать Re-Road То есть кинуть один узел Который будет исходить от входящего И потом распределяться на два То есть к определенному узлу будет идти одна линия А от него будет распределяться на два конечных нода Shift-A Layout Re-Road Вот такая точка появилась От входящего нода мы ведем к точке И от точки мы распределяем по нодам Вот так вот просто все делается Что теперь мы сделаем? Мы добавим эффект Эффект, который нам даст некую видимость Что как будто это вот все происходит на экране Сейчас вы увидите Shift-A Desert Length Distortion Это один из моих любимых эффектов Смотрите, что он делает Он как бы закругляет изображение Как будто по углам Ну, как будто оно округляется Будучи на экране Если мы добавим нижнюю позицию У нас добавляется некое свечение То есть он становится Выпуклым Как будто мы смотрим в экран телевизора Эффект хороший, но он Не такой, как хочется видеть Убрав верхний Мы забираем черные просто углы Наше изображение Становится немного таким размытым Что придает Больше стилизации ему Но, если мы поставим Вот здесь Проджектор То есть изображение Как будто проходит сквозь Линзу прожектора И отображается на стенке То есть если мы здесь будем играть Вот у нас есть некое такое Как в старых кино стилизация Но я всегда этот показатель Ставлю на 0.2 То есть оно дает Некие такие Если Это можно увеличить изображение Можно увеличить нажав N И вот здесь есть показатель Backdrop, Zoom То есть Мы увеличиваем Но за счет того, что у нас здесь 50 То изображение не совсем четкое получилось Ну вот мы уже можем увидеть Что у нас Какие-то такие розовые линии Ну какие-то артефакты есть На заднем фоне Точнее на контурах Ну эффект такой Вот он добавил какой-то вот Не знаю Интересный Вид Нашему изображению Что мы еще можем сделать Мы сейчас Проделаем следующее действие Мы немного затемним углы Сделаем венетку такую Обводку точнее Для того, чтобы Центральная часть Читалась лучше Ну и естественно Будет некая стилизация Всему изображению Что для этого нам нужно сделать Мы добавим маску Маска у нас Находится В Так Вот Эллипс маск Сейчас ее не видно Чтобы ее стало видно Нам нужно добавить Микс нод Микс нод Это нод Который смешивает Два входящих нода В один И выводит на Исходящий нод Shift A Color Mix Здесь есть Два входа Image То есть Один будет идти У нас отмазки Эллипса И второй будет идти Уже обработанный Фильтром Lens Distortion Нодом Lens Distortion Будет идти Сюда Этот тоже сюда Естественно Этот будет идти На выход Вот что у нас получилось Это Наш Mix Работает То есть Вот мы Микшируем То есть Прозрачность одного И непрозрачность другого Для того Чтобы у нас Оно Неким образом Сочеталось Нам во первых Нужно увеличить Значение Ellipse Mask Чтобы он был По Размеру Всего изображения Видите Здесь рамка меньше Как мы это делаем Есть показатель White Мы ставим На единицу Он стал По всей ширине И Hide Здесь У нас Мы ставим 565 Это примерно Тоже По Высоте Нашего Кадра Но Все равно Нет того эффекта Который мы хотели Кто работал в фотошопе Вы помните Что есть разные Виды наложений У Mix Нода Есть тоже Такие же Виды наложений Мы будем Использовать Multiply То есть Умножение Что делает Этот фильтр Части Которые Являются Черными На маске Они Остаются Черными Те Которые Белые Они Налаживаются На Изображение Которое Находится Внизу И Дает ему Проявиться Сквозь Белый Фон Но Все равно Это не тот Эффект Который Нам Нужен Как мы Можем Улучшить Уже Имеющуюся Картинку Мы можем Уменьшить Значение Наложения До 800 Но Все равно Не то Что еще Нам нужно Размыть Вот эти Границы Жесткие Shift A Фильтр Блюр Размытие Здесь Мы Выбираем Fast House Relative То есть У нас Будет Зависимость От В процентах Здесь Ставим 25 Вот Уже Вид Стал Намного Лучше И Здесь Ставим 20 Вид Стал Куда Гораздо Лучше Вот Один Из Способов Как Можно Улучшить Данное Изображение То есть Добавив К нему Вот Ноды Их Очень Много Но Вот Один Из Способов Я Вам Показал Дальше И Объяснил Принцип Работы С Нодами На самом Деле Дальше Нужно Либо Учиться И Экспериментировать Потому Что Лучшие Эффекты Получаются В процессе Эксперимента Либо Еще лучше Когда вы понимаете Что вы хотите И вы Экспериментируете Вот С данным Инструментом Что мы Делаем Дальше Дальше Нас Ждет Урок О том Как Выводить Конечное Изображение Непосредственно В видео Файл Либо В Image То есть В картинку Этот файл Я сохранил Под именем В папке 0.7 Post Production Blend Not Blend Вы всегда Можете его Увидеть Помните Что Переключиться На Отображение Разных Окон То есть Сейчас 3D View Нам Нужно Node Например Editor Мы Можем Переключаться Здесь Все До встречи В следующем Уроке Продолжение следует Продолжение следует...